Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского Федерального Университета – это инновационный IT-факультет, основанный в 2011 году совместными усилиями Министерства цифрового развития Республики Татарстан, Казанского Университета и представителей крупнейших IT-компаний региона. Здесь выпускают востребованных специалистов, готовых к работе в крупных IT-компаниях России и мира. Сам институт расположен во втором высотном здании Казанского Федерального Университета. Студентов мы наших любим и бережем, и много даже позволяем иногда. Во-вторых, наша специфика такая, что мы готовим вас сразу понимать, что вы будущий разработчик в IT-индустрии и стремитесь там максимально быстро попасть. То есть мы с пониманием относимся, что вы уже ищете свою первую работу, ее находите. К концу четвертого курса у нас почти 100% людей либо работают, либо имеют опыт работы. И поэтому мы вас к этому будем готовить. Ежегодный институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского Федерального Университета выпускает множество специалистов разных направлений IT-сферы. Здесь обучают по таким направлениям бакалавриата, как современная разработка программного обеспечения, разработка цифровых продуктов, которая проводится в онлайн-формате, и англоязычная программа, где все обучение проходит на иностранном языке. В 2024 году институту выделено около 200 бюджетных мест. Из них около 100 на бакалавриат и около 70 на магистратуру. В магистратуре же у нас 5 программ, которые уже покрывают наше направление, которым мы занимаемся. Программу могу перечислить. Они по названию, в принципе, говорят о том, чем мы занимаемся. Программа первая – аналитика и управление разработкой, продукт-девелопмент. Вторая программа – это интеллектуальная робототехника. Это софт для роботов, то есть алгоритмы для роботов, специальные системы. Третья наша программа – это технологии виртуальной и дополненной реальности, и разработка игр. То есть это геймдев, где мы учим не только программирование игр, но и моделингу, вопросам сценаристики, нарративного дизайна, композиции. То есть там есть блок гуманитарных предметов, который нужен для создания игр. Четвертая программа магистратуры – это искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов. Это у нас про то, как делать систему искусственного интеллекта, при этом с точки зрения разработки. И пятая программа – цифровое лидерство. Это программа новая, на которой мы готовим специалистов для индустрии разработки ПО вместе с экономическим мышлением, то есть у которых должно быть понимание экономической эффективности, понимание того, как работает современный бизнес, и в том числе в современных условиях. То есть они должны понимать эти ограничения и уметь принимать решения по цифровизации, исходя из этого. То есть вот таких тоже магистров мы готовим уже второй год. Помимо обширной образовательной деятельности, студенты вуза проходят практику в крупнейших компаниях России, а также занимаются развитием своих стартап-проектов. Кроме того, молодые люди и девушки принимают участие в общественной жизни университета, занимают призовые места на фестивале «Студенческая весна», а также развивают медиа-центр своего института. В культурно-массовой жизни института я начала участвовать сразу. То есть я участвовала в дне первокурсника. Это был потрясающий опыт. Я очень быстро влилась в коллектив. Мне очень понравилось. Мне в ИТИСе нравится очень дружный коллектив и со стороны педагогического состава, и со стороны студентов. Учеба в ИТИСе, она очень непростая. Но тема интересна, что каждый день это новый опыт, новые знания, и каждый день все больше приближает нас к нашей профессиональной деятельности. Отметим, что в институте функционирует более 20 лабораторий. Среди них лаборатория мобильных разработок, лаборатория интеллектуальных робототехнических систем, лаборатория управления данными, лаборатория облачных технологий и другие. Приходи, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем ждет именно тебя. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.